добрый день в эфире программа мимо ноты сегодня ведет юрий шведов и я евгений додалев в гостях у нас человек который вполне заслуженно заработал титул короля как минимум одного из эстрадных жанров сюткин валерий добрый день ваше величество спасибо что пригласили посидеть на троне здесь медиаметрикс вы знаете валерия вот с юрием обсуждал нашу беседу и у меня спрашивают когда ближайший концерт у сюткина и и где я говорю в концерте да возникла возникла такая поза и я выяснил что клуб концерты 15 апреля это не первое ваше выступление после нашего эфира будет еще одно до 14 числа накануне до этого я имею честь и удовольствие пригласить всех кто любит негромкую и такую интеллигентно сыгранную музыку в джаз клуб академический вот это на стыке ленинского проспекта и третьего кольца где-то там он находится ну можно отследить в инете адрес поточнее мы там будем играть программу сюткин и лайджаз вот фактически большую часть программ составляет песни из этого альбома москвич 2015 название говорит за себя выпущен в ушедшем году ну и будем уже готовиться потому что у нас 11 мая будет большой сольный концерт центральном доме художника 11 мая вот это не пропустить там мы будем презентовать уже новую работу 2016 года она называется олимпийка песни великой видел фейсболке до великой александр николаевна пахнута эксплуатируем и стальгию по совку как это называется слово эксплуатируем отвратительно это просто радуемся радуемся тому что вот эти великие песни ну во первых вы видите что у нас со спортом сейчас в преддверии олимпиады в рио настроение мягко говоря не радостная допинговые скандалы не знаем как будет выглядеть наша сборная по легкой атлетике и будет ли она вот представлена потому что я так как точно сказал мой друг иван ургант на новогоднем вечером сказал сейчас перед вами выступит живой символ олимпиады так он с юморил не путай с чебурашкой тот менее значим для нашего спорта что только сюткин и демченко альберт имеет по 7 олимпийских игр за плечами вот это чистая правда но правда я хочу сказать что наверняка не только я есть плана прославленные спортсмены которые может быть уже никак действующие а как уже заслуженные ветераны присутствует на олимпиадах я же тоже на ринг и на трассу и на беговую дорожку не выхожу я только на сцену я рядом со штангой называю наше направление так что вот так приглашаю стволи вот в предыдущих олимпиадах а в рио-де-жанейро тоже собираетесь это все зависит не от меня от скорее всего от михаил речку снирович от моего друга который собственно говоря является инициатором боскодома подчеркиваю что боскодом в отличие от часто критикового русского их иногда смешивает и получаем и незаслуженно я просто говорю на правах друга что михаил речи всегда это делает за свой счет мы не тратим государственных денег делать он для того чтобы ветераны и спортсмены подчеркиваю которые закончили свое выступление они так как нас упрекают что мы там их неверной дорогой там у нас не алкоголизм какой-то это все после выступления и наша задача как задача женщины по жванецкому михаил михаилченко задача женщины какая возбуждать и успокаивать а наша задача чествовать и утешать и поскольку я это знаю хорошо там знаете искренне говорю там не нужны концерты вот артисты ведь мы тоже хотим что это один суткин там выступает на олимпиадах мы тоже хотим я говорю давайте они поехали и через два дня попросили вылетай в чем стоишь меняем концепция хорошо так плохо нет нет просто все хотят играть свой концерт с настроением сейчас как подарю свое искусство а там это не надо люди приходят четыре года они шли к к этому моменту и у них либо безумное счастье либо опустошение и даже момент опустошения иногда чтобы как-то вывести правильно нужно чуть-чуть поговорить сыграть что-то а что тебе нравится в юности и вообще чем дышит а можно это сыграть и мы играем если дагестанские борцы наши золотыми медалями приходит и говорят лесгинку не вопрос но сыграть а все-таки вот этот новый альбом со спортивными песнями он был специально как-то при он он знаете как что я подумал во-первых величайшие они действительно песни которые ну несколько поколений спортсменов с ними шли там помните герой спорта мы верим твердо героев спорта наш олимпийск до свидания москва темп трус не играет в хоккей они мы взяли 5 песен их много у александр николаевны николаевичу доброго много этих песен но мы взяли пять не скажу что самых исполняемых а именно 5 которые мы можем наиболее деликатно прочесть команды light jazz что у нас состав то гитара еще никто мне не прощал талант да ну как вы поняли о своей скромности мы говорю часа поэтому вот мы сделали такую работу и приглашаем приходите спортивная тематика она была все-таки выбрана к преддверии олимпиады да мне хотелось поднять настроение независимо как мы выпустим этот альбом очень быстро потому что первый я получил от александр николаевны и николай николаевич баронраву разрешение это сделать это для меня было главным я поехал к ним домой как интеллигентный человек все показал пластиночка уже все но смысле с демо вариантов получил от них разрешение и мы это выпустим 11 мая мая в цдх уже будет те кто придут смогут это как дед мороз еврейский проходите покупайте подарки подарок недорого это же уже будет второй альбом посвященный советским песням который вы выпустили первый был в прошлом году первой был москвич до нас лично песня маска москве а понимать какая перспектива у меня впереди сразу говорю что будут исполнены летные песни ну как какой-то был мы кстати с женей познакомились на записи песни замыкаю круг стоял вместе с нами скромно в верхнем ряду рядом с витей михайлиным дабил сирковецким александром да прямо вот и примерно в то время а может быть чуть пораньше я помню что был мужчина я думаю что был не один который утром в газете вечером куплете в полном смысле этого стола стругал песни художественные достоинства их я подвергать сомнений не буду там его наверное нет но зато лесорубы лесорубы столевары столевары все профессии так что я как представитель вот этой того времени певец технического регресса я с удовольствием буду это петь просто очень очень мелодии красиво сейчас я это это в детстве мы только дипер полу депелин и больше нам никто не слушать а вот по поводу дипер пол вы же играли да действительно в первой группе свои школьные годы дипер пол а потом после этого вы перешли в группу зодчие где играли с юрием лозой да да на сцене вот собственно хочу спросить а кто круче лоза или депелин кругом в контексте последнего не влияние дело в том что я хочу внести некоторые корректировка если кому-то кажется что юрий даже вспылил у него сдали нервы или он это сделал для пиара он всегда достаточно прохладного относился может быть за исключением владимир семёновича высоцкого мне кажется что он для него авторитет а эти ребята и тогда для него не были авторитетом там играют но я не честно говоря не могу сказать что какие-то грехи или вообще я имею право играющий на гитаре очень скромно какие-то делать оценки джимми пейджа величайшего гитариста времена народа я вообще считаю что лодзеплин по философии своего подачи материала это было как 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 на уровне воздуха для них то сейчас я смотрю концерт лодзеплин он живой вот видео есть замечательный фильм по-моему называется за сон ремень за сенсой да так как называть и там фрагменты с разных видео концерта посмотрите если вы вам кажется что вы тоже сомневаетесь и я вас уверяю у кита милиция такая манера игры что кажется что не строит гитару слушай когда их поздравлял питтаун что-то с очередной там там 30 лет rolling stones не очень понравился скал ребят продолжайте в том же духе но делайте это как всегда неаккуратно вот клетки же это это самый главный почерк rolling stones такой вот не речь они в фильме мартина скорцезе давая киз ричардс когда давал интервью он сказал что его спросили кто самый лучший гитарист он сказал начали что сказал ронни вот ронни гуд ронни гуд сказал что он мы оба играем отвратительно но вместе когда мы это делаем мы гораздо лучше первые десятки абсолютно точно это два гитариста которые делают ну там нельзя с не сказать конечно чарли ватси который я как барабанщик разбираюсь это единственный пол мире барабанщик который когда вы теряет сильную долю он так правую руку поднимать бакс и не играет в хэд вместе но лицо у него такой как будто ему так скучно да да но у него часть легенды он говорит что я играю в группе мика и киса они заставляют меня хочу спать на гастролях я только я старый там и так далее но короче говоря не будем осуждать это юра сделал это так же как делал это тридцать лет назад когда мы встречались я говорил но не верен он это делал за столом ну просто не задавали вопрос двинул в общем-то уважительно города относитесь к западным рок музыкантам они было или может быть есть желание выпустить кавер и нет песен ну во первых я хочу сказать замечательный кавер выпустил колера сторгуев с огромной любовью битлз он спел эти песни по-своему причем не стал там копировать голос джона или пола джорджа основном они исполняли хотя и ринга песня есть помните две-три у битлз так вот у коля сделать с большой любовью с мастерством и на ну я не вижу но я в юности во первых это просто образование конечно это не похоже и даже я абсолютно не востребован как вся румынская литература такими программами как один в один точь-точь и так далее тоже я не талантливые в копировке сейчас ребята в ремеслом этим копирование владеет гораздо больше но знаете в чем главное я тогда понял совет мне дал к сожалению этот человек в другом измерении бывший клавишник группы парк горького коле кузьминых у нас была уникальная встреча я встретил лет через тридцать после нашей первой и увидев его за клавишами в парке я говорю как у вас клавишника зовут спросилась у белого и маршала они мне год коля евро фамилия кузьминых да я говорю коля здравствуй он меня тоже не узнает но он знаешь я валерий сутки но он говорит причем здесь 30 лет назад я игра я играл в жеке номер 9 и ты приходил эмерсон лайк и палмара играл еще да я тебя спросил как правильно петь диперпл и ты мне сказал самые важные слова можно никогда не искажай тембр песня это чё ты хотел сказать это было сказано каком-то там 75 году и даже если ты поешь на английском и твоя задача скопировать ты рассказываешь историю обязательно переведи про что это и просто рассказывай но но ты интонирую чисто только ноты а голосовый не надо если ты пытаешься спеть тома джонса у тебя все равно не получится вот с этим хрустом откуда-то оттуда от мужского низа это падать те и ты бы здесь такая дешевая пародия на на сэра тома джонс поэтому бой соекс был так с ухмылочкой не надо это давите себя и будет искренне органично и хорошо это был очень полезный совет поэтому поэтому не буду выпускать кавера но тем не менее да вот советские песни сейчас выпускаете а вы знаете что происходит в интернете с советской тематикой потому что у нас последние годы интернет забит фотографиями советских вещей ну да такие мини-фильмы я вижу такие тема каких-то рождённых советского быта и все это подается под соусом некой такой ностальгии и того как было раньше хорошо искренне как все было по-честному и по-настоящему а самое интересное что в основном такие вот посты публикуют те кто в советском союзе даже не жил еще то есть родились уже после как им интересно на это связано почему молодежи там до молодых людей такой в интернете но я тоже музыку 50-х люблю играть но они же вы-то по крайней мере жили там но я в 60-е жил 50 я два года жил 58 59 вот это 58 22 марта не полный я родился в этот день но это связано с тем что очень настоящее время почему я так люблю 60 и прошлого века потому что они во всем мире мне кажется были интересными и не потому что beatles rolling stones я бёрдс и целый другой ряд уважаемых коллектива в музыке появился а потому что фильмы 60-х я люблю любой фильм смотришь столько в нем любви к жизни итальянцы какое кино снимали потрясающее новая волна французская очень национально сейчас вот такой унисекс во всем не сразу и разберешь не так много коллективов из не американских и не английских скажем ахо я вижу что это к скандинавская норвежская отношение к жизни а там даже у шведских там там роксет взять уже там шведами то в общем не очень в колорите я правильно понимаю что ваш ответ юрию заключается в том что идеологического аспекта в этой ностальгии должен на него нет у тех кто не жил нет и просто интерес такие приборы время прикольно как говорят меньше ответственности но так и было поскольку голова была не забита как заработать у кого-то была забита но в основном люди жили очень эмоциями было очень весело хочу сказать я отписываю конечно что когда ты молод тебе все нравится у каждого поколения своя молодость они ее проходят и потом начинает брюзжать кстати это и есть ответ почему люди умирают и это очень понятно что если жизнь была бы значительно дольше но эти старики от ста до двухсот они стали бы просто невыносимыми это было сплошное брюзжание и мне кажется что нас переводят в другое измерение как агентов контрразведки чтобы не мешали этим молодым ребятам наступать на те же грабли мы конечно советуем брюзжим они делают по-своему и вот эта смена в природе она закономерна потому что ну иначе будет не просто хорошо вот если вот мы про молодежь говорили есть вот молодая шпана который сметет вас ну конечно же она где-то есть кто кто из молодых нравится вам к сожалению последняя молодежь которая мне понравилась к сожалению мировая это была группа джимми руку ай которая произвела на меня впечатление но во первых потому что корни этой музыки которая не исполнять это ранний стиви вонтер такой ламповая диска семидесятых начала они поженили это так сказать с модной подачи то что делал за что отвечает один человек группе господин по фамилии кей как ключ добавил но во всяком случае на слух так вот а музыканты как и в моей группе они вот мега профессионалы которые делают свою работу извлекает звуки красиво и делает вот эту подклад а он шоу мэдит такая я своим доверительным сипом так я называю голос точно в эспараза же но вы знаете у меня ведь консерваторская группа в айсюткин и рок-н-ролл бэнди и мы играем эти песни на концертах но записывать я стал с алексеем алексеевичем кузнецовым и сашей мартиросовым ну саша это александр фараон чему тоже 70 лет это люди которые играли с мин сарой с кристаллинской вместе они знают как это делать у них две ноты но они абсолютно точные какие-то каутентична преданные тому времени и это все с таким достоинством с такой я бы сказал сказал даже с такой породой вот слова не хватает нам всем породы пальцы бегают быстро ремесло голос программу смотрю любую другую чтобы не делать акцент одному каналу как в главной сцена вот эти программы смотрю поют здорово чё не хватает не ездил человек на плацкартном месте 54 этом он не может спеть какую-то грустную песню не хватает наполнения в глазах у него в глазах жажда понравится только это а еще должно быть какой-то это невозможно объяснить но только с помните замечательный был фильм кросс роуд с перекрестки там юноша его роль кудр озвучивает на гитаре знаменитой гитаре с джазовой юноша считает что он играет блюз он попадает более старшему товарищу и тот ему говорит пока тебя не ушла девушка пока тебя не предал друг ты никогда не сыграешь блюз ты играешь вареные конфеты вот к сожалению по ремеслу молодцы поют здорово играют быстро но не хватает то что называется каким-то эмоциональным прожитом все-таки большинство наших сегодняшних успешных и на мировой сцене тоже выпускники некого инкубатора по нет претензий к джастину тимберлейку нет за хороший артист крепкий но если с их монтаном посмотрите рядом поставить вы увидите пропасть в ну если хотите даже в каком-то ощущении что тут был образованный человек а этот вот только что из детского сада к это между ними на чашу весов не под может быть это происходит потому что я уже начал брежать как насчет популярности начале 90-х середине 90-х ваши песни были наверное самыми известными стране потому что не менее 10 лет что маловажно вот и там 7000 на землю и дорога облака они из каждого окна звучали а кто сейчас ваш зритель кто на концерты ходит ну наверное львиную половину честно надо признать те кто это застал потому что я думаю очень понравилось мы каждый год два больших концерта даем это уже стало неким некой традиции в клубе йота спейс это бывший глав клуб там три тысячи двести мест на всяк случай мы играем всегда в феврале и в сентябре мы сыграли два в прошлом сейчас феврале сыграли у меня подписанный контракт на 22 сентября мы там будем играть что там происходит в львиной доли 2 800 количество людей это те кто купил недорогие билеты рублей по 500 может быть чуть даже дешевле и в стоячем партере отрывается вот я просто посмотрел в соцсетях что люди пишут очень интересно пошли вчера на этого дядьку случайно занесло слушай это это такие батарейки так рвет дедуля я до сих пор помню как мы приехали в израиль с жене хафтаном из браво в девяносто третьем году и был жив боев помните александр боев и он был как раз тогда послом россии россии в израиле да и после концерта я включил телевизор местную программу и там новости и вдруг спрашивают и у богина вот у вас что яркого я был на концерте ну ходи пошел на гузарову потому что я знал ее но там парень вы знаете я скажу так советские люди так не работают за это надо платить огромные деньги он просто рвет на части прямо как вот не не хуже чем и называл вот кого лоза приложил от мика из группы дали глаза назвал его питером и вот это вот на действительно просадка это да там там недоработка и потом как ребята из программы из телеканала сумели расшифровать тирекс он по-моему другой название марк болон тирекс тирекс назвал он произнес нет у него трокс что-то там да он как-то тоже сказал крокс или что-то да трокс да ну вот так такая слава бить я сказал одно слово как сказал жванецкий раньше думали но не говорили сейчас говорят но не думают а если опять вернуться немножко раньше советское время особенно у нас стране рок рок-н-ролл это в первую очередь была музыка протеста у вас были как было какое-то желание бунта может быть такого написать социальные можно вы знаете я трусоватый по натуре своей и я абсолютно подхожу под правила которые михао михао чего цитирую не устать то что он короткими формулирует очень удобно чтобы длинные речи не говорить о скал так жизни всегда есть место подвигу главное оказаться подальше от этого во вторых я всегда вот фактически ну как всегда начали были хулиганские у нас штуки мы выступали на физтехе в основном потому что в начале восьмидесятых но полностью перегрыли концертную жизнь в москве я имею ввиду для групп которые исполняли песни не не принадлежащие перу советских композиторов то есть машина времени високосное лето рубинова атака альянс браво это все коллективы которые все так полуподпольные выступления и без тех был одним из тех мест где как-то так под эгидой комсомола у ребят из комсомола не знать как-то не умели это организовывать и мы все время выступали раз в неделю в кофейне в стихе и там был театр миниатюр аэрофизиков которые читали которые читали свои интермедии очень смешные а героями этих интермедий у них были два персонажа это они придумали сулеман сулеван кадыров не надо связывать фамилии просто это с воздуху и леп абрамович каскад я для того чтобы сделать им приятно стал сочинять песни про жуликов а фамилии взял позаимствовал у них чтобы у нас был полное взаимопонимание свистех вот откуда эта песня называлась какая-то кадыров каскад и еще как а это была надпись на украина этот 8 лишь 16 миллиметровый аппарат на котором в школе демонстрировали фильмы а колонка к нему использовалась в рок-н-ролли в нашем школьном в группе возбужденная реальность которая тогда играл а на колонке было написано как а вот две буквы к и к это еще сыграло какой-то усилитель лампового м-50 и через эту колоночку так что это не некие такие знаете все вообще в этом мире не случайно я какие-то песни и спустя вот вот что вот в этом альбоме можно еще что происходит это же на катке звучало когда я играл мальчишкой в хоккей в ботинке прощай молодость снимал ставил вместо штанг и спас на чистых прудах с ровесниками как фильме михаила казакова покровский ворот очень похож лампочки эти светят и в репродукторе шагает солнце по бульварам муслим магомедович поет песни орноба баджаняна это все звучало но мои естественно первые шаги были сделаны благодаря программе в объективе америка и у зорин вел валентин и там за ставкой была песня ленана и маккартни любовь нельзя купить и когда это услышал я и знал что это да у меня такая мурашка так по руке ап и я маме сказал мама купи гитару а то пойду неверной дорогой шантаж мне 14 или 13 лет и я научился играть эту песню и дальше юрий задает финальный вопрос из своего сета потому что ему надо сейчас уезжать снимать жажда наживы марка грибовича университета в неведомой даме вот юрий ваш финальный вопрос а давайте вернемся к началу разговора к спорту неделю назад два сергея шойгу и лавров объявили о создании народной футбольной лиги это аналог ночной ночной хоккей да и где будут играть звезды эстрады политики и основная задача как сказал шойгу это вытащить мужиков из гаражей вопрос вы уже записались в команду я уже как и александр петрович пресняков который кстати очень элегантно это сделал могу у кромки поля постоять выйти на одну минуту дать пас ну то есть я недвижимость уже спортивная перед вами король вялого фитнеса не только не только селся и как король рок-н-ролл что это такое я занимаюсь в любимом ворд-классе и в принципе делаю какие-то движения на кардио тренажерах но каждую тренировку я одеваю халат он входит стоимость одеваю сажусь в кресло и говорю сам себе в шезлонг в шезлонг в раздевалке и говорю тебе это надо сегодня валяло и вы знаете бывает не не всегда но процентов десять организм горит ни в коем случае я так и продолжаю сидеть строить планы на будущее залезая там в телефончик мы же без тыкалок теперь не живем без этих что иногда жок то есть вялый фитнес и вот отвечая на ваш вопрос не побегу я почему потому что азарт как в юности жень как в юности в италии на курорте отдыхали мы был коле писарин был колыванов они говорят валер ты же на воротах стоишь прилично да давай интер грохнет ветеран по 1000 евро давай маленького позвали всех бутмана все кто там в этот момент был вышли но я в воротах сборной россии понимаешь не просто чего-то тысячи евро тоже жалко поэтому я вынимал все ну и вынула рука вылетела из лагеря сломал руку прям на матч искался все это надо вовремя заканчивать потому что организм прыгает так же как раньше а косточки суставчики либо их нужно разминать ежедневно тогда тогда надо быть как моя подруга певицы валерия который паша прям алина прям заслужен аплодисмент каждый день либо вы это делаете а мы же каждый день что как это сказать по тактичнее в эфире сигары напитки никакого спорта у нас каждый день вялый фитнес только поэтому какой футбол так за россию то тогда пропустили или не востребован как всем монгольской матча пропустили или нет в заворот когда когда стояли за выиграли выиграли это главное мы прощаем я не пропустила но потом уже другой вратарь он переда передать привет маргаре руденштейну который 7 числа 70 лет и у нас смена караула происходит спасибо вот на место ведущего поет жених воды здравствуйте же вот я по своему опыту знаю что девушкам гораздо приятнее давать интервью чем самцам поэтому собственно ее вопрос отдавать девушкам вообще все приятнее бесспорно да да же здравствуйте здравствуйте подскажите а почему миладович вы же москвич а милат это насколько я знаю имя иранского или даже персидского происхождения даже я вам сказал знаете у хорватов часто встречается в основном люди исповедующие ислам носит это имя с тимофеем на финале милат мой отец рожден в городе пермь на урале в двадцать девятом году прошлого века бабушкой зинаидой гордеевной сюткина и русским человеком но поскольку он видимо был красивым или бабушка я начале знаете у меня есть товарищ за блудовский забыл из секрета гитариста у него отчество и зиль его но это логично у него отец бабушка очень коммунистический настроен она звала сына своего то есть извините бабушка сына да папу андрея назвала и зиль исполняй заветы ильича на что леонидов и фоменко все время подкалывали заблудовского тебе нужно сына перезилен перезилен то бабушка моя назвала отца именем милад дмитрий на конце и она абсолютно из воздуха видимо логично как людмила мила так вот милад иранский или иракский перекочевал на урал вот с новым именем но мне нравится я обладатель уникального одного своем роде и я составляю одного из участников нашего клуба матьевский владимир леонардо леонардович не любит кстати говорить соловьёв рудольфич это все-таки но все равно редко есть у меня фараоныч моем ансамбле играет александр понимаете так что вот в таком я когда готовлюсь к интервью делаю некий опрос в соцсетях первой самой реакцией на мой пост было сообщение ого обожаю его женат и вот мне любопытно обожаю его что он женат или нет вопрос да это вопрос вы знаете мое семейное положение в графе может даже написать безнадежно женат и безысходное положение и не это был мой вопрос мне мне лично любопытно а как жена реагирует на вот такое количество поклонниц она привыкла или вот все таки еще присутствует тут надо описать нашу возрастную группу наши с евгением наш мы можем так шутить мило улыбаться почему и так происходит и так это знаешь без какого-то подвоха с нашей страны потому что девушки за которым мы когда-то ухаживали они потихоньку начали умирать это наша возрастная группа и поэтому мы уже можем себя позволить что такое 70 как сказал жеванецкий это право целовать любую женщину без ее согласия своей надежды вот примерно то есть то мнение не обращать внимание уже привык а жена у вас кстати тоже очень красивая не тоже очень красивая тоже как и вы я имела ввиду вы с этим трудно спорить трудно а вы ревнивый муж я очень я недавно водил жену на маскарад михаил юрьевич и лермонтова в театр вахтангл в литовской очень хорошей постановки я мне друзья сказали о культ поход я говорю нет предупреждение хотя водила очистить сказать она меня не я кто нас спрашивает все в нашей семье делаю я все жена она принимает решение примерно так еще а про самого маленького члена вашей семьи про джульетту герой узнать до герой соцсетей а потом девочки открыли аккаунт у меня у собаки там какие-то тысячи у нее есть у нее очень много подписчиков очень много фотографий каждое утро она выкладывает привет друзья это я я выкладывает моя дочь помогает ей моя любимая женщина их кстати зовут одинаково и джульетта у нас есть собака джу сокращен и джу дает там дрозда но она такая фотогеничная собака статус у вас в одной социальных сетей звучит как легкий и независимый независимый это тяжело меня нет творческому образу это в общем то соответствует а в жизни вы такой же но я стараюсь чтобы соответствовало социальному потому что прежде чем открыть какую-нибудь дверь я всегда думаю как я буду оттуда выходить поэтому когда мне за зовут неважно по партийному признаку по политическому мнению айда с нами я всегда такую занимаю позицию независимым тоже хотелось бы позволить себе роскошь иметь свое мнение вот любая ошибка то как то так немножко неправильно открыл дверь и потом ты уже не можешь выйти назад потому что все ты уже влип поэтому легкий да а независимым быть стараюсь но на самом деле это все опять же из-за интермедии жванецкого коротенького рассказа звучит он 30 секунд поэтому я его лучше весь расскажу вы пробовали зашвырнуть комара он не летит куда его бросать он нет он летит но сам по себе и плюет на вас вывод надо быть легким независимым очень это нас вот при все такой при всей легкости вам вы работали и барменом и грузчиком но там легкость тоже нужно а помощником до зам производства за запросу вы знаете что такое настоящий физический труд и вот из вашего личного опыта на пути к успеху процентном соотношении если бы определили что больше влияет на конечную цель на итоговую на успех то бишь желание желание заниматься этим делать именно свое желание тебе должно это нравится самому труд все-таки труд нежели удача удача должна тоже сопутствовать в любом деле и конечно на мой взгляд самым естественным и благородным является физический труд для мужчин крепкий такой что-то у них есть в этих мужиках характере есть такой знаете они не такие многословные как я но зато они очень настоящий есть там там больше настоящих чем в бизнес-сфере это точно и особенно в артистической тут вообще мужчина актер он немножко меньше чем мужчина вот женщина актриса она чуть выше чем почему мне так кажется так так вот устроен мир потому что это женская профессия на самом деле но есть люди ну первый там скажем олег басилашвили но никак он у меня с нет к нему никаких вот претензий слова не то человек в который лишён этих недостатков и который уже в профессии показал насколько глубоко к ней относится евгений лебедев был такой старый школу но и вот молодые ребята которые как они молодые они моложе меня но они владимир мошков миронов евгений там маковецкий сергей там мастера уже которых ним нельзя упрекнуть что же у мужчины актерством занимается их так нельзя упрекнуть а так начинающие вот своей дочери у меня дочери 20 лет она естественно бредит театром и там актеры рядом ну не очень мне хочется чтобы ее спутником стал актер и понятно что там тоже порядочные люди могут встретиться по человеческим качествам но шансов значительно меньше чем то есть виола должна будет привести папе сначала жениха не в женихе по определению пройдут через папу и тут будет кастинг посерьезнее чем программу дом 2 попасть а кого мы ждем да да какой кастинг вот что как мы ждем чтобы ей понравился начать пока на дружеской основе я не вмешиваюсь пока или так увлечения музыкант лучше уже чем журналист замечательно но как друг а вот вы про бизнес говорили я знаю что сейчас очень многие деятели кино и артисты певцы сочетают свою деятельность ведением бизнеса и многие даже кстати позиционирует себя как бизнесмены и дополнительно они параллельно поют я не такой талантливый я не такой талантливый карлина я параллельно не люблю делать у меня есть твердое убеждение когда ты начинаешь делать чужую работу кто-то начинает делать твою поэтому я сосредоточен на свои раз и второе к сожалению в любой бизнес сегодня любой даже шоу бизнес отчасти это в какой-то мере причем процентно если брать к половине точно это подходит это обмен неприятностей на деньги вот так это вы то есть будьте готовы что будут неприятности которые вы будете обменивать на желание вот то что поэтому для меня наверное некоторые удачи и счастья что я всю жизнь независимо приносил эти деньги большие и маленькие я когда ушел из проводников зарубежного сообщения в артисты мосэстрады потерял десятикратно даже они они двухкратно зарплате и мне женщина которая со мной тогда была сказала что я немножко не в себе так не поступает мужчины ты эти копеечки куда-нибудь положи себе поглубже они а мне такие деньги не приноси и мы расстались естественно очень легко и быстро но прошло лет десять я вышел на уровень который значительно превышает если бы я остался работать там же где работал и во-вторых он имеет массу приятных моментов потому что я своим любимым делом за него вывод успеха всегда достигает человек который выбирает себе жизненный путь и не дергается за быстрым длинным рублем влево вправо или назад нет надо заниматься тем что тебе приносит удовольствие искать там резервы для того чтобы достойно обеспечивать но эту задачу мужчина свою спутницу и чтобы ей было хорошо поэтому но и себе что было тоже интересно тогда ты будешь счастливый человек а так будет впечатление жизнь не больше не могу а пристрелить жалко будет потому что она вам весь мозг вынесет то что у вас будут срывы какие-то очень ничего хорошего это не влечет погоня за деньгами но у кого-то вот знать бывает органично кто-то вот у меня есть друзья которые решают одновременно говорят по трем телефонам и еще при этом отзывчивые знаешь не теряют не потеряли какого-то нормального человеческого отношения есть такие но это определенный талант я так не умею я так немножко становлюсь ну я такой знаете мы моя жена большая зашорен и если я завинчиваю шуруп в этот момент иногда мне что-то хочется улучшить меня лучше не трогать я пока не завинчу я не умею делать два дела одновременно мне не дано еще один вопрос от ваших поклонников фейсбука звучит так а куда ходить чтобы встретить валерия сютки на на концертах валились у кроме концертов ну не имеет смысла меня встречать кроме концертов я не буду им так интересен в этом лучше ну да и мне честно говоря моего зрителя больше нравится встречать с этой позиции потому что я конечно уделю внимание быстро сфотографироваться или расписаться все но иногда бывает знаете приходишь женой в театр там и тебя начинают и как-то перед ней неудобно если не называть места то есть это спортзалы какие-то где вы любите проводить время я занимаюсь в олимпийском ворд-классе приходите туда очень хороший зал меня можно увидеть фиму шифрина володь соловьеву сейчас право володь в другой перешел но все равно макс галкин ходил туда но это сеть замечательная наша подруга и перебор по пиару сдали нервы извините немножко можно вот на спортивной ниве меня увидеть это на футбол я не хожу там немножко так перевешивать люди которым по моему не так важен футбол как важно драйв отрывать показать свою состоятельность нарушение спортивного режима и и ну да ладно а где еще ну в ресторане в хорошем меня можно встретить не будем делать уже предупредил мнение даже я шучу как раз очень я поищу люблю вкусная а где стараюсь действительно ну я хожу в основном ресторане который в центре города то что тут живу не чем определяется выбор то что это было мы держим или я хочу знакомые фактически все рестораны которые хожу я знаком с их владельцами но это и многократные посещений бывали сквозь с многими бывали совместное времяпровождение и отдых и работа со многими ну но это все уважаемые люди это дэлос новиков рапопорт гусев кирилл в правильном порядке причем я считаю что андрей дэлос это но у него есть одна отличительная черта важно здесь никакой рекламы не будет это факт он создал пушкин а это произведение искусства и и турандот который можно привести на не только на гастрономическую но если хотите на нравственную их архитектурную культ и экскурсию что это таких ресторанов мире нет они только у нас это очень по-русски когда это помимо может быть это и не бизнес это дороже чем он приносит я между тура на триста но это сделано так чтобы после тебя что-то осталось так что андрею здесь респект уважение а есть мастера быстрого но вот как саша рапопорт час что вкусно безумно счет вот такой не потому что я знаком просто вот но это удивительно это очень бюджетно молодец прямо новые какие-то вкусно безумно они предлагали банка предлагали я честно сказал давайте вместе кстати сотрудничаю со многими но я там делаю помогаю с обеспечением музыки что я знаю какая музыка должна играть в ресторане и и они у нее есть главная характеристика первое не громко что можно было разговаривать и второе деликатное лучше акустическое и всем своим друзьям я посоветовал избавиться чтобы их певцы и певицы которые избавились от открытого лэптопа потому что певец который сидит на как на насестье на барном стульчике и читает текст по лаптопу я говорил купите в каждое заведение по клавишному инструменту и даже если этот артист не играть на инструменте отключить за нотным так сказать держателем спрячьте этот ноутбук ipad там или что-нибудь плоская и пусть он изображает и поет смотреть за человеком который сидит за инструментом просто приятнее чем смотреть открыто черт возьмешь косынку там склады какое-то неуважение к профессии в этом есть или бы выучи слова все наизусть как я я вот в этом альбоме все наизусть пою я думаю что вот прям это хорошее кода такая с этим альбом разучал потому что сейчас наши слушатели смогут радиозрители послушают музыку валерия сюткина мы еще раз напоминаю что 14 до 14 клуб академический 15 клуб концерт с рок-н-роллом там можно оторваться уже формате танца 14 более джазово изысканно и 11 вот пока эти три проанонсирую и 11 мая в цдх презентация пластинки олимпийка песни которые мы исполняем они с улыбкой в каждой ноте и с уважением к тому материалу который с детства звучит моим сердцем спасибо жене валерий спасибо ждем вас еще между двух евгений да 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 про желание мы не поговорили об этом поговорим в следующий раз спасибо спасибо